Каждый из них нес свой вклад в Великую Победу. Ее ветераны Великой Отечественной войны приближали как могли, а многие из них пережили, казалось бы, невозможное. В преддверии самого главного праздника страны во дворах их домов прозвучала классика военных лет. Администрация округа организовала серию мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы. Это особенно важно сегодня в такое непростое для страны время помнить о настоящем единстве и истинных ценностях. ПЕСНЯ Центральный дворец культуры и почетные гости приехали в этот двор, чтобы вам, уважаемые жители, рассказать о герое, который живет совсем рядом. Иван Порфирьевич Зима! Вот он, мы приветствуем его! Здравствуйте! У нас традиция не троится. Здравствуйте! Иван Порфирьевич, от главы городского округа Щелкова Андрея Алексеевича Булгакова и от себя лично поздравляем вас с этим великим праздником. Спасибо! Ежегодно уже стала традицией в канун Дня Великой Победы поздравлять наших ветеранов. К сожалению, их осталось уже не так много. Они уходят. И для нас сегодня самое главное сохранить память. ПЕСНЯ Роль песни в годы войны была чрезвычайно высокой. Хорошая песня поднимала боевой дух солдата. Эта музыка словно звучит в сердцах ветеранов. Даже в самые суровые времена они не теряли веры в лучшее, проявляли самоотверженность. Они пример мужества для нашего и всех последующих поколений. ПЕСНЯ Великую Отечественную войну Владимир Яковлевич в составе 98-го краснознаменного радиотехнического полка особого назначения освобождал Варшаву от немецкой оккупации. ПЕСНЯ 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 Недалеко от дома Владимира Яковлевича на улице Талсинская проживает ветеран Великой Отечественной войны Сергей Павлович Сергеевичев. Когда началась война, он был еще мальчишкой, подростком. Чтобы поддержать фронт, трудился в тылу, производил патроны и снаряды, ремонтировал, обслуживал технику. Последний год Великой Отечественной попал на фронт. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете Великий Май, Победный Май. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. Это радость со слезами на глазах. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Жительница села Трубино Клавдия Васильевна Пономарева в суровые годы войны возводила под Яхромой оборонительные сооружения. После в Щелкове обучалась на шофера и до конца войны проработала за рулем полуторки. В этом году Клавдия Васильевна отметила столетие. Виноград я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать, станем над рекою, зорьки летние встречать. В имени главы городского округа Щелкова Андрея Алексеевича Булгакова, примите искренние поздравления 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. С почтением, трепетом и уважением поздравляем вас с Днем Победы. Хотим от командования группы вас наградить грамотно в честь празднования. Всегда навещаем, всегда интересуемся ее здоровьем. Всю жизнь работала, никогда не сидела без дела. Даже когда уже выйдя на пенсию, она всегда следила за тем, что происходит на территории. Создавать праздничное настроение выездными концертами уже стало традицией. Так удается уделить внимание лично каждому ветерану. Никто не забыт. Роганна Штенальд Михайловна, поздравляем вас с этим великим праздником. Желаем вам крепкого здоровья. Спасибо вам огромное за все, за мирный день. Здоровья. От всей души мы вас хотим поздравить с наступающим Днем Победы. Это великий праздник для всего нашего народа. Звуки оркестра, голоса солистов наполнили, кажется, каждый уголок городского округа. Как центральные улицы Щелкова, так и отдаленные от них микрорайоны и населенные пункты муниципалитета, где проживают ветераны. На Чкаловской земле также состоялась концертная программа. В 16 лет Тамара Федоровна стала медицинской сестрой фронтового госпиталя. Принимала участие в Великолугской наступательной операции. Для нас большая честь сегодня присутствовать у вас, видеть вас. Я не первый год к вам приезжаю. Хочется передать вам слова, поздравления от главы городского округа Щелкова Андрея Алексеевича Булгакова. Пожелать самого крепкого здоровья. За их плечами жизненный путь длиною в век. Конечно, многим уже трудно по состоянию здоровья отправиться куда-то, чтобы встретить годовщину победы. Поздравления от губернатора региона, главы городского округа, Мособлдумы и местного отделения партии «Единая Россия» каждый ветеран принимал дома. Самого крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и хорошего. Самое главное – самочувствия. В рабочем поселке Монино на земле авиаторов также состоялись концерты во дворах домов ветеранов. Сегодня наша фронтовая концертная бригада поздравляет тех, чья жизнь в годы войны стала сплавом мужества, стойкости и самоотверженности. Уважаемые жители дома номер один по улице генерала Дементьева. В вашем доме живет Головин Борис Иванович, участник Великой Отечественной войны, полковник запаса, автор книг памяти городского поселения Монина. Спасибо вам, что вы среди нас. Спасибо, что в бодром духе. И дай Бог вам крепкого-крепкого здоровья. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое вам. Вот принимает поздравления Николай Михайлович Долгов. Участник Великой Отечественной войны. В армию он ушел еще 17-летним. А как только достиг совершеннолетия, поступил в распоряжение 23-й отдельной эксплуатационной бригады, обслуживающей железную дорогу. Служил я вообще 7 лет. Один год в запасном полку, месяцев 6 на фронте. Во втором, второй Белорусский фронт, который командир Рокоссовский. В составе железнодорожной бригады. Когда объявили победу, такой был еще оттаж, мы все бегали, стреляли. Красные гвоздики – символ победы, олицетворение мужества, храбрости и преодоления трудностей. Сколько их было на жизненном пути этих людей, непросто представить. И видеть в глазах ветеранов радость – бесценно. Дорогая Александра Никифовна, от всей души, от главы городского округа Щелкова, Андрея Алексеевича Булгакова, от членов полицовета «Единой России», Щелкова, так точно. Какие молодшие. Поэтому здоровья вам, счастья, с Днем Победы. Нет в России семьи такой, где вне памятен был свой герой. Эта фраза из легендарной песни, пожалуй, одной из самых сильных композиций военных лет, нашла отклик в сердцах наших соотечественников, как и в сердцах народов-союзников. Влада Душанович Зырнич уже много лет живет в Монине. Долгие годы он преподавал военно-воздушной академии имени Гагарина. Он участник Великой Отечественной войны в частях Народной освободительной армии Югославии, национальный герой Сербии. Мало того, что кто знает, Влад Душанович подготовил ряд публикаций. У него есть хорошая книга, которая по патриотическому воспитанию. Самое главное – здоровье. Спасибо вам за то, что вы дали возможность нам, нашим детям, нашим внукам жить под медным небом. Сегодня Влада Душанович уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Он желанный гость в образовательных учреждениях и рабочего поселка, и округа в целом. Энергии этого человека можно только позавидовать. Это наш майский праздник. День любви и день нашей победы. Уважаемые товарищи, гости, школьники, присутствующие здесь. Я должен сказать те слова, которые нельзя не говорить, а всегда надо иметь в виду. Спасибо советскому народу. Без них не было бы ни победы, не было бы нас с вами. Великой победе уже 78 лет. И год за годом остается главным – внимание, забота о тех людях, кто готов был пожертвовать самым ценным ради будущих поколений. Низкий поклон нашим ветеранам. Анна Балиет, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Александр Оржевский, Валерий Жеглей. Щелковское телевидение.